Всем привет! С вами Брэдлов из сообщества Клана Фрагу и перед нами бой на карте степи между кланами Квот и кланами ЕВГ. Квоты взяли 7 девяностиков, 2 32-х, 5 исов 3-х и 1 артиллерию. Смотрим на первичный разъезд. 1 девяностик уезжает сразу в камни. 1 едет по центру, артиллерия, понятное дело, убегает, тяжики занимают правые камни на базе. 1 девяностик едет к камням под зеленью и 3 девяностика проходят по 6-7 вертикали, давая засвет. Есть первичный засвет, светится единственный девяностик ЕВГ. Он получает плюху от рты и уходит. Больше ни одной машины на 6-7 вертикали нет. Что весьма удивительно, потому что обычно все-таки степи играются либо через центр, либо через зеленку. Крайне редко она играется через камни. Но даже если играть и через камни, девяностик бы засветил уже раш. Но рашу пока еще нет. То есть это деф на базе в камнях. Весьма странная тактика. Сейчас 3 четверти карты так или иначе контролируют квоты. ЕВГ забились на своих 9 квадратах. И дефятся. Показывают квадрат, куда переезжать тяжиком. Будут пытаться брать ЕВГ в клещи. С одной стороны, у ЕВГ сейчас 2 артиллерии вроде как должны быть преимущества по артработе. Но артиллерия квотов может работать прямыми по тяжикам. А артиллерия ЕВГ же должна работать по единичным девяностикам. Начинается небольшое давление по СД линии. 32-е, играя башнями, проходят до центра. Их могут прикрыть как тяжики, если немного проедут, так и все девяностики. Командир квотов занимает кустик. И начинает светить все, что творится за ЖД. 3 девяностика встают на контроль. Идет тот самый первый девяностик. И умирает. Счет 1-0. Но умирает и один квот. 1-1. Светится артиллерия. 2-1. Ну и командир квотов уйти не может. Счет 2-2. Машины, получившие дамаг, присутствуют как в одной команде, так и в другой. Счет одинаковый. Контроль карты немного на стороне, конечно же, квотов. Но тем не менее, сейчас игра идет до первой ошибки. Кто первый допускает какую-либо тактическую или игровую ошибку, тот и проигрывает. И ЕВГ решаются на раш. Оставив несколько танков на второй линии. Большинством танков они решают выйти на 2-32-х, которые играли башней. Ну и разумеется, их прикрывают девяностики. И получают раш по первой-второй линии от второй к лишней квотов. Счет становится 3-3. Квоты сразу же ставят фокус, давая минус двух тяжиков на базе. И теперь ЕВГ уже вынуждены обороняться с двух сторон. Девяностики против двух тяжиков с одной. И раш в спину против другой. Смогут ли ЕВГ вырвать ситуацию и как-то ее извинить в свою сторону? Или же квоты смогут дожать? Сейчас видно, что у ЕВГ единственная машина с каким-либо количеством ХП. Это тройка. И девяностик где-то вот здесь вот. То есть, соответственно, если квоты будут пробивать каждый выстрел, это их победа. 9-8. Ну все, 10-8. Все машины ЕВГ шотные. И теперь нужно просто пробивать. 12-8. 12-9. ЕВГ остаются с тремя девяностиками. Два из которых шотных и на КД. И одним фуловым. 13-9. 14-10. И девяностик с пятью процентами ХП убегает. Как мы видим в чате, идет сообщение, что ЕВГ узнавали у клана Лаэр тактику квотов. Скорее всего, тактика и была через вторую линию. Поэтому и такую тактику применили ЕВГ. Но проиграли. Продолжение следует.